Вышел на прогулку погулять и пришла идея рассказать вам немножко об ударе дальней руки, то есть мой правый удар в разрез и одновременно кросс, причем используя обычные брусья, которые находятся во дворе, в моем дворе. Все очень просто, за счет того, что мы имитируем, что это удар вашего соперника, мы будем использовать это как прямую линию и отталкиваться от нее. У нас летит удар. Прежде всего очень важно зайти немножко в сторону. Это передний шаг, задний шаг и одновременно удар приносится. Удар идет как раз практически параллельно руки соперника. Удар в меня идет, я ухожу с линии удара и бью. Очень важно сделать вот эти движения. Прежде всего шаг передней ногой, он делается вперед в сторону и под шаг задней ногой. Этот удар может идти как в область груди, так и в подбородок. За счет того, что мы скручиваем свое тело. Так бьется жестко. Очень важно распрямление опять локтя, доворот плеча, разворот. Ну, это все уже объяснял вам. Это прямой удар, но это прямой навстречу. И не очень важно сделать очень большое движение вперед. Так как в этот момент ваш соперник идет на вас. И у вас получается прямой навстречной такая работа. Поэтому называется удар навстречу. В разрез. В разрез это как раз, в разрез его передней руки. Очень жесткий, очень эффективный. Я очень любил этим ударом пользоваться. И сразу до вершения, в продолжение этого лучше сказать. Можно сделать этот удар как обманным. И потом очень любимый всем многим удар кросс. Определенные существуют ошибки нанесения этого удара. Одна из больших ошибок это очень большой размах. Когда удар идет, им пользуются. Я тоже, может быть, пользовался. Но чем меньше расстояние и чем быстрее удар. То есть удар идет по руке вашего соперника. И чем ближе, тем быстрее вы сможете дотянуться. Считайте, здесь голова. Вот проходит уход в сторону. Хорошо, то встречи ты идешь на удар, одновременно уходишь. Считайте, что здесь челюсть. Навстречу. И кросс. Существует, конечно, большая подготовительная работа. Уклоны в разные стороны. Рамуху. Уход на дальнюю ногу. И пошел кросс. Уход на дальнюю ногу. Встреча. Уклон, уклон. Много дополнительных работ. Но самое главное. Очень важно следить за тем, чтобы... С моей точки зрения, чем ближе удар, если мы говорим про кросс, чем меньше расстояние, меньше замах, тем быстрее удар дойдет до цели. И он менее заметен. То же самое здесь. Он идет в разрез. Очень жестко. При этом очень важно, чтобы локоть был в том месте, где он положен находиться. То есть немножко выше. И рука очень жесткая. При неправильном положении кисти, при этом ударе, очень можно легко получить травму. Поэтому следить за своей дальней рукой. Положение кисти, локтя, плеча. И как наше привычно, как-то так. Всегда с вами ваш Костя Цзю.